здравствуйте приветствую вас на канале 3 кубом и сегодня хочу предложить вам связать вот эти жгуты которые выглядят как завязка вот эти участки вот здесь и вот здесь когда падает тень выглядят как будто это разрезы а через них вот так идет шнур по всей детали так можно связать например худи и сделать вот такую деталь которая будет украшать изделие и выглядеть как шнуровка можно тонкой пряжей связать летний топик например на спине сделать v-образный вырез от него к низу изделия будет идти вот такая шнуровка тоже будет смотреться очень интересно изнаночная сторона выглядит вот так вяжется образец на 48 петлях центральная деталь выполняется на 24 и по набираем то количество петель которое нужно будет для ширины вашего изделия после того как вы провяжете резинку первый ряд провязывается с изнаночной стороны а всего мы работаем на 18 рядах и так набираем петли и приступаем к выполнению первого ряда нам для работы понадобится еще либо вспомогательная спица либо булавка то чем вы обычно делаете жгуты на ваших изделиях после кромочной петли я провязываю 15 изнаночных петель это вот эта крайняя часть образца затем провязываем 6 лицевых 2 3 4 5 и 6 далее 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 снова 6 лицевых 1 2 3 4 5 и 6 и заканчиваем изнаночными петлями столько сколько вы наберете в вашем изделии у меня сейчас здесь 15 а всего я набрала 48 петель плюс 2 кромочные итак первый ряд провязан начинаем второй ряд в этом ряду мы будем делать жгуты сначала после кромочной провяжем 15 петель теперь 6 изнаночных 1 2 3 4 5 и 6 теперь жгут на вспомогательную спицу или булавку снимаем 3 петли и оставляем их за работой далее провязываем 3 лицевые 1 2 3 возвращаем со вспомогательной спицы эти 3 петли вот так перенеся их с булавки на левую спицу и провязываем их лицевыми далее 6 изнаночных и все остальные петли провязываются лицевыми у меня это 15 петель второй ряд готов третий ряд изнаночная сторона здесь все петли провязываем так как они на нас смотрят сейчас у нас здесь изнаночные петли провязываем их изнаночными мы помним что у нас их тут в образце 15 далее 6 лицевых теперь 6 изнаночных снова 6 лицевых считать их необязательно так как мы просто соблюдаем рисунок петли и теперь до конца ряда оставшиеся 15 петель провязываем изнаночными так мы заканчиваем третий ряд начинаем четвертый ряд и после кромочной петли провязываем 15 лицевых петель теперь участок со жгутами в начале 4 изнаночных 1 2 3 и 4 теперь берем вспомогательную спицу и начинаем делать перемещение петель снимаем 2 изнаночные оставляем их за работой провязываем 3 лицевые петли возвращаем снятые петли на левую спицу провязываем их изнаночными 1 и 2 теперь делаем перемещение на этом участке снимаем 3 лицевые оставляем их перед работой провязываем 2 изнаночные петли возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми далее по описанию нас 4 изнаночные петли и крайние петли 15 лицевых с изнаночной стороны все петли провязываются так как они на нас смотрят изнаночные петли провязываем изнаночными с этого краю до 15 изнаночных петель затем 4 лицевые 3 изнаночные снова 4 лицевые 3 изнаночные 4 лицевые петли и 15 изнаночных это петли из боковой лицевой глади 5 ряд закончен начинаем шестой ряд и сейчас мы переходим вот к этим участкам где будем делать жгуты с обеих сторон то есть мы сейчас с вами приступаем вот к этому участку где у нас будет имитация разреза 6 ряд сейчас с краю мы провяжем на 3 петли меньше у меня 15 я провяжу 12 а вы если выполняете изделие провязываете все петли с этой стороны детали оставив только три последние не провязывая и так после кромочной провязываем 12 лицевых так вот у меня остались три петли и сейчас начинаем жгуты первые три петли снимаются на вспомогательную спицу и остаются перед работой далее провязываем 2 изнаночные петли возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми мы сделали первое перемещение дальше снимаем на спицу две петли и оставляем их за работой провязываем 3 лицевые возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем эти петли изнаночными первое и второе следующие петли 4 петли провязываем изнаночными первое второе третье и четвертое снова начинаем перемещение на этом участке сначала снимаем на вспомогательную спицу три петли и оставляем их перед работой провязываем 2 изнаночные возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми снова снимаем 2 петли и теперь оставляем их за работой провязываем 3 лицевые возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их изнаночными оставшиеся петли до конца ряда провязываем лицевыми раньше у меня было 15 сейчас их осталось только 12 потому что 3 петли ушли в жгуты так мы с вами закончили шестой ряд начинаем седьмой ряд сначала провязываем все крайние петли у меня на образце их 12 после кромочной петли можно не считать с изнаночной стороны просто повторяем рисунок петли далее идут 2 лицевые первое первое и второе затем 6 изнаночных 8 лицевых 6 изнаночных 2 лицевые и остальные петли до конца ряда провязываем изнаночными у меня здесь 12 петель закончен седьмой ряд восьмой ряд снова делаем жгуты сначала 12 лицевых или вот до 1 изнаночной далее провязываем 2 изнаночные петли 1 и 2 теперь вот эти 6 лицевых нам нужно переместить мы снимаем на спицу первые 3 оставляем их перед работой а следующие 3 провязываем возвращаем на левую спицу вот эти три снятые и провязываем их лицевыми следующие петли провязываются изнаночными 8 петель снова делаем жгут снимаем первые 3 петли оставляем их перед работой провязываем 3 следующие лицевыми возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми закончили жгуты теперь нужно провязать 2 изнаночные и оставшиеся петли у меня 12 у вас только сколько нужно для ширины вашего изделия закончен 8 лет начинаем девятый ряд это первый ряд из пяти где пока нам будет не нужна дополнительная спица с изнаночной стороны все петли провязываем по рисунку или 12 изнаночных 2 лицевые 6 изнаночных 8 лицевых 6 изнаночных 2 лицевые и все оставшиеся петли до конца ряда до 12 изнаночных закончили 9 лет 10 ряд работаем по рисунку петли то есть все лицевые петли провязываем лицевыми с краю 12 петель теперь 2 изнаночные 6 лицевых 8 изнаночных 6 лицевых 2 изнаночные петли и все оставшиеся до конца ряда провязываем лицевыми 12 лицевых петель мы закончили 10 ряд 11 ряд изнаночная сторона работаем по рисунку петли сначала 12 изнаночных 2 лицевые 6 изнаночных 8 лицевых 6 изнаночных 2 лицевые петли и оставшиеся 12 изнаночных закончили 11 ряд 12 ряд провязываем все петли по рисунку петли сначала 12 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 8 изнаночных вот наш разрез уже хорошо просматривается и мы сделали вот этот первый жгутик сейчас мы с вами находимся вот в этом месте теперь 6 лицевых 2 изнаночные петли и все оставшиеся петли 12 лицевых закончили 12 ряд 13 ряд продолжаем работать по рисунку петли 12 изнаночных 2 лицевые 6 изнаночных 8 лицевых 6 изнаночных 2 лицевые и оставшиеся 12 изнаночных петель это был 13 ряд и конец вот этого участка где мы работаем без вспомогательной спицы в четырнадцатом ряду мы будем делать вот этот второй жгут то есть сейчас эти петли у нас будут перемещены для этого нам понадобится снова вспомогательная спица или булавка и начинаем провязывать этот ряд сначала 12 лицевых вот до этих двух изнаночных теперь провязываем эти две изнаночные петли далее выполняем жгут первые три петли вот из этих 6 снимаем на вспомогательную спицу оставляем перед работой провязываем 3 лицевые возвращаем на левую спицу и провязываем лицевыми первая косичка дальше провязываем 8 изнаночных продвигаясь к следующему месту где будем делать перемещение петель здесь снимаем 3 петли оставляем их перед работой провязываем 3 лицевые возвращаем снятые петли на левую спицу и и провязываем их лицевыми 2 изнаночные петли и 12 лицевых закончили 14 ряд 15 ряд как и все ряды с изнаночной стороны провязываем по рисунку петли сначала 12 изнаночных 2 лицевые теперь жгут это 6 изнаночных 8 лицевых снова жгутик это 6 изнаночных 2 лицевые и оставшиеся петли 12 изнаночных 15 ряд готов 16 ряд нам снова будет нужна вспомогательная спица или булавка провязываем с краю после кромочной 12 лицевых петель вот до этих двух изнаночных теперь берем булавку и вот эти две изнаночные петли снимаем и оставляем за работой провязываем 3 лицевые возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их изнаночными теперь следующие три петли это лицевые петли снимаем их на вспомогательную спицу и оставляем перед работой две петли провязываем изнаночными и возвращаем снятые петли на левую спицу провязываем их лицевыми теперь 4 изнаночные петли и снова начинаем перемещение петель первые две петли снимаем на левую спицу и оставляем за работой провязываем 3 лицевые возвращаем снятые петли и провязываем их изнаночными снова снимаем петли 3 лицевые оставляем их перед работой далее две изнаночные возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем лицевыми оставшиеся петли 12 все провязываются лицевыми это был 16 ряд начинаем 17 ряд это предпоследний ряд всего раппорта в высоту и с краю после кромочной провязываем 15 изнаночных петель то есть мы вернулись к изначальному количеству петель ты столько сколько закладывали в первом ряду так провязали 15 изнаночных теперь 4 лицевые 3 изнаночные 4 лицевые 3 изнаночные 4 лицевые и 15 последних петель провязываем изнаночными 17 ряд закончен 18 ряд последний ряд всего раппорта в высоту после 15 лицевых это край нашего изделия провязываем 4 изнаночных теперь берем вспомогательную спицу и вот эти три лицевые петли снимаем оставляя их перед работой далее провязываем 2 изнаночные а теперь эти три лицевые вернув их на левую спицу дальше 2 изнаночные снимаются оставляем их за работой провязываем 3 лицевые возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их изнаночными это две петли и дальше работаем по рисунку сначала 4 изнаночных и 15 лицевых кромочная провязывается лицевой и так мы закончили с вами весь раппорт высоту теперь чтобы продолжить работу дальше разворачиваем работу на изнаночную сторону и начинаем все снова с первого ряда и так до тех пор пока вы не получите желаемую высоту вашего изделия вот такая вот интересная имитация шнуровки разрезами и шнуром который проходит через эти разрезы и на этом я свое видео заканчиваю подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещение каждом новом видео оставляйте свои комментарии всего вам доброго до свидания